Всем доброе утро! У нас сегодня Чего уже? Четверг, уже четверг. Вчера я ничего не снимала. Вчера у нас очень такой насыщенный день был. Работала, потом надо было детей забирать. И на собрание у них вчера, родительское собрание было. В два часа у Льзамуэля и в полтретьего у Льюиса. Ну, как всегда, все хорошо, все отлично. У Льюиса даже учительница говорит, мне кажется, вам вообще не надо приходить, говорит, у Льюиса всегда все стабильно. Хорошо, отлично. Там по одному предмету у него почему-то стоит, по химии. Учительница, оба даже, у них два классных руководителя. Думаю, ну, как сказать. Удивились, говорит, почему у тебя там стоит три с минусом. Льюис сам в шоке таком был. Ну, у них учитель поменялся, новый учитель. И он говорит, с именами говорит немножко, путает еще всех детей. И говорит, большая вероятность того, что он, может, это перепутал тебя с кем-то. Ну, говорит, ты обязательно, говорит, когда будет в следующий раз химия, подними руку, скажи, я Льюис и спроси, почему у тебя три с минусом. Они еще не контрольные, не писали. Льюис, говорит, вроде он всегда руку поднимает, ну, участвует хорошо на уроке. И почему он ему это поставил. Короче, у Льюис тоже один раз такой был учитель, был новый. И он всем подряд четверки влепил. Но потом... Ну, это просто как бы... Как сказать, это вообще не на... Ну, оценки не которые будут потом в аттестате стоять. А просто для них, чтобы они знали, где им надо подкорректироваться. Ну, я имею в виду лучше стать, где нормально. Нормально, короче, просто это для них и для нас, родителей, чтобы мы знали примерно, ну, как наши дети сейчас. Вот. У Замуэля вообще отлично. У него там шесть или семь единиц. И одни... Ну, и, по-моему, четыре двойки. Ну, это хорошие оценки по-русски. По-русски это пятерки, единица это пятерка, а двойка это четверка. Очень хорошо. Вот. У Замуэля. У Льюиса тоже очень хорошо. Но вот единственное вот это... Ну, я думаю, это просто недоразумение какое-то. Просто он ошибся или учителя, я имею в виду. Потому что Льюис говорит, мне этот очень предмет нравится. Я, говорит, вроде все понимаю, все участвую. Хорошо, видать, его просто с кем-то перепутал. Ну, это не так важные вот эти сейчас. Просто я говорю, это так для них. Так что все отлично. Я очень рада Замуэля. У Леона я еще не знаю, когда будет родительское собрание. Еще пока молчат, ничего не говорят. Обычно у них примерно в одно время всегда. Ну, Леон в другой школе учится. У него это в начале, поэтому немножко там отличалось. Там неделька-две, может быть. Молчат еще, не знаю почему. Посмотрим. Ну, я уверена, у Леона тоже все хорошо. Пока что он отличные оценки писал. Слава вчера первый раз пошел на физиотерапию. Пришел, говорит, и мне такое ощущение, что я, говорит, сколько там тонн тяжести поднимал. Там была с Новосибирска. Новосибирский. Какой еще есть? Не, Краснодара. Вот, не Новосибирск. С Краснодара, вот. Красноярск и Краснодар есть. Вот она с Краснодара. Она, говорит, приехала сюда в 20... Ей было 23 года. И уже здесь 23 года живет. И говорит, все еще учусь, учусь, учусь. Короче, она физиотерапевт. И, ну, короче, разговаривала с ней. Она говорит, я думала, у меня, говорит, аж слезы текли. И вот так вот она его всего промассажировала. Она, говорит, сразу три места нашла, где у него фашпаном, как это по-русски, не знаю. Мышцы, короче, сильно так твердые или как. Не знаю, короче, на спине. И она его так, это, говорит, минут 25, наверное, она его там массажировала. Говорит, его перекрутила, как нажмет, говорит. Ну, и разговаривала все время, чтобы как бы отвлекать разговором. Он пришел, я говорю, ой, я говорю, в жизни такое. Мне легкий массаж, мне, я очень чувствительна. Вот. И если он говорит, что было больно, ужасно. Ну, сегодня ему опять, у него шесть раз ему прописали. И вот она говорит, я не могу тебя сразу на эти, как их, ну, там, упражнения всякие делать. Для начала надо промассажировать, разогреть мышцы, все. Вот. И поэтому сегодня вот он пойдет, у него сегодня в 17-15, по-моему, тоже термин. И сегодня он будет, говорит, сегодня хоть массажа не будет. Так что, ну, он говорит, я хорошо себя чувствую после этого. Она говорит, мне все вставила. Говорит, там хрустело только так. Она, говорит, вставляла на место. Видно, говорит, что у нее прям. Но она, там вот это вот, куда он ходит, там, где Льюис тоже был, со своими руками, когда сломал. Там человек, их, я не знаю, физиотерапевтов, наверное, человек шесть или семь. Вот. И она считается там самая лучшая. Вот сколько ей сейчас, он говорит, сорок, сорок шесть лет ей. У нее уже взрослые дети. Я говорю, что вы все, все каждый про себя рассказал, и он про себя. Он говорит, ну да, она, говорит, разговаривала со мной, чтобы отвлечь меня. Спрашивала, откуда я, он рассказал, откуда она, короче, вот так. Ну, посмотрим, что сегодня будет. У него сегодня опять она будет, потом три раза будет другой физиотерапевт. Мужчина такой здоровенный. Надеюсь, он его не будет массажировать, он ему все сломает. И потом опять в конце, потом она опять по два раза, по-моему, будет. Ну, они кто свободный смотрели, и поэтому термин и так далее. Так что, надеемся, будет все хорошо. Слава говорит, сегодня много надо будет на работе поднимать. Я говорю, надеюсь, у меня опять все не соскочит. Эти позвонки, мышцы. Короче, все хорошо. И вот вчера весь день мы вот так вот катались, катались, катались. Я говорю, отвезла детей, потом на собрание поехала. Потом еще, потом Слава приехал тоже у него быстро-быстро лево нас забрать, потому что я еще с детьми была на собрании. Привез его, выбросил, можно сказать, здесь, дома. И бегом на эту терапию поехал. Потом приехал, и мы еще поехали. Он по Ибе Кляренцайгн купил наушники почти новые. Ну, что-то не то, говорит, барахлят. Ну, он за 20 евро недорогие купил. Мы ездили забирать, потом магазин еще там сошли, кауфлят рядом, прям напротив был. Так что, и вечером поздно уже были дома потом. Сейчас я покажу, я вяжу. Правда, уже опять длинный был, развязала его, полностью распустила. Ой, сейчас у меня на диване лежит. Сейчас я вам покажу. Маленький кусочек, правда, еще вяжу. И как он называется, опять я забыла. Английская. Вот. Вот такой вязкой. Заму его хочет себе взять этот шарфик. Пока я его свяжу. У меня, я говорю, совсем-совсем мало времени. Я вот вечерами только вот сяду, когда освобожусь от всего, сяду и сижу, вяжу, и потом глаза закрываются спать. И вот поэтому у меня очень медленно все идет. Но он уже был намного длиннее, вот так вот где-то, не могу, у меня на рукой. Короче, длиннее был намного. И ошибки я там понаделала, и пришлось все распустить. Вот. И начала заново. Ну, мне нравится. Мне главный процесс. Так что. Так, все хорошо. А, теперь сегодня. Сегодня у меня же тоже рабочий день. Я оделась, как всегда, в футболку свою рабочую. И поехала, детей отвезла. Леона завезла, всех развезла. И на работу приехала. Захожу. Начальник сидит в своем офисе. Говорит, товар, говорит, только в 11 приедет. Ну, я уже иду переодеваться. Я говорю, мне в час у детей забирать? Я говорю, ничего не знаю. Он говорит, может, ты лучше завтра придешь? О, у меня радость такая. Я говорю, да, с удовольствием. Завтра у меня выходной, потом в субботу. Но это, он говорит, потому что, ну, что, сейчас 3 часа. Говорит, делать нечего. И потом, говорит, в 11 придет товар, пока они, говорит, его выкрутят. И тебе, говорит, уже уходи. Даже час не останется разгрожать. Короче, завтра больше толку будет от меня. И для меня намного лучше. Потому что, если сегодня в 11 товар придет, он-то будет до 3 работает. И еще после обеда будут вторая смена. И я надеюсь, что они хоть что-нибудь уже распакуют. А у меня завтра не так много будет. Так что, я рада. Мне это очень подходит. И я сейчас, у меня дома все чисто убранное. Во вторник генерально убиралась. Единственное, вот на террасе мне надо будет там листья подмести. Эти подушки все еще занести. В подвал занесу. Славик говорил, говорил, но у него тоже времени. Нету, быстро темнеет сейчас. И ничего не успеваем. На улице особенно. Вот. Здесь вот подмету сейчас на террасе листья. И тогда уже будет там все готово к зиме. Так что, вот такие вот дела. Сегодня выходная, слава Богу. Еще завтра отработаю субботу с 6 до 10. И потом на следующей неделе только два дня работать. Среду и пятницу. Я тоже очень рада. Говорю, ой, спасибо. Субботу дал мне выходной. Он говорит, знаешь, почему только два раза? Я говорю, почему? Он говорит, потому что у тебя уже часов много. И говорит, а ты мне нужна, говорит. Я говорю, а я уже обрадовалась, что вот если на следующей неделе он мне дал три дня, то я бы в последнюю неделю в ноябре я бы вот сидела дома, отдыхала. Я говорю, я уже думала, что в последнюю неделю буду дома сидеть. Он говорит, нет, так я тебе легко не сделаю. Я говорю, ну мне все равно. Мне наоборот лучше, я говорю. Лучше каждый день, ой, каждый день. Каждую неделю там по два, по три раза. Но не четыре, как на этой неделе. А потом, говорю, часы наполняются, потом я буду дома сидеть. Лучше, говорю, понемножку каждую неделю, и так самое лучшее для меня, и для тебя, говорю. Ну, так вот он теперь и делает. Ну, людей просто не хватало, поэтому у меня на этой неделе четыре раза запланировала. Потому что одна болеет, двое уволились, и не хватает людей. На следующей неделе она выйдет, которая болеет. И всё. Я буду только в среду. У меня будут длинные выходные. И в субботу отработаю, потом в воскресенье, понедельник, вторник, дома буду. В среду и в пятницу. И в субботу опять выходная. А в эту субботу мне надо работать и Славе тоже. Слава с шести до одиннадцати, а с шести до десяти. Дети будут одни дома. Ну, ничего им не привыкать, они уже знают. Ну, как, не первый раз. Всё. Ой, я такая счастливая. Он говорит, о, кому я радости принес. Я говорю, да, спасибо, говорю, что ты это. Ну, посмотрел на план, говорю, да, наверное, лучше, если ты завтра придёшь. Потому что товар останется сто процентов на завтра и буду паковать завтра. Остатки. Надеюсь, коспетику мне оставят, остальное всё сегодня разберут. Так что, вот такие дела. Так, уже одиннадцать минут наболтала. Всё. Сейчас я буду немножко сидеть, вязать. У меня времени теперь много. Мне только к часу детей забирать. Я сегодня хочу лапшу сварить, суп, куриный суп с лапшой. Давно мы ничего жидкого не ели. Не, фу, больше мы недавно ели, позавчера. Или позапозавчера. Ну, короче, сегодня сделаю куриный суп. С лапшой. Ну, это быстро поставил в мясо, и пусть варится себе, и всё. А я буду сейчас вязать. В ютубе что-нибудь буду смотреть. Короче, день на расслабоне сегодня у меня будет. Сегодня у меня только детей. Вот сейчас, говорю, забрать, и всё. Больше ничего такого не предстоит. Ну, на этой неделе у нас много было. И вот вторник был полный, среда была полная. Вот прям туда-сюда, туда-сюда. Ну, всё. Всё прошло со мной позади. Всё, потом переключимся, надеюсь. У нас уже вечер. Уже время 15 минут шестого. Слава сейчас пошёл на физиотерапию. Я так больше ничего не снимала. Была дома просто. Отдыхала, ничего такого не делала. Единственное, я одну новую песню выучила. Попела немножко. Вот. Вставлю потом кусочек. Не всю. Всю потом спою или в трансляции, или на день рождения. В одной девушке, женщине. Вот. Немецкая песня. Вот я вставлю кусочек. Как я её пела, сидела там. Тренировалась в одно место. Там вот прям язык заплетался. И хоть ты тресни. Но всё-таки получилось потом. И забрала детей. Всё. Все дома. Кроме Славы. Слава сейчас на этом. На физиотерапии. Придёт он уже там, приготовил. Вон. Деревья. Ой, деревья. Дерево для камина будет растапливать. Он вечером к вечеру растапливает. Потому что я стираю. У меня сейчас больше одной стирки в день не могу стирать. Потому что не успевает сохнуть. Я сушу в зале. И надо сушить в зале. Потому что когда камень топится. Очень сухой воздух. Он взамы. И вообще полностью эти губы сухие. Поэтому я сушу в зале. Чтоб влажность была. Так что такие дела. Такой болтологический опять влог получился. Я вяжу, сижу. Сейчас опять он. Дальше. Ну, чё он вернулся. Пока нормально всё идёт. Нравится мне этот процесс вязания. Буду сейчас дальше вязать. Буду грузить этот влог сегодняшний. И буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто был с нами. Целый день я в кадре. Скучно видео. Ну, такая у меня сейчас жизнь. Ничего такого. Одно и то же всё время. Будни. Всё по кругу идёт. Да, Леон? Да. Какой мацмама? Подстриженный мой мальчик сейчас. Здравствуйте, привет. Привет. Вот шапки. Шапку сейчас одевает. У нас сегодня первый день. День было ночью, не ночью, а утром, когда встали, поехали в школу. Было ноль градусов. Аж глазам не верила. Недавно было шестнадцать-семнадцать плюс. А сегодня было ноль. Подстриженные все мои мальчики. Только я с хвостиком. Но я хочу немножко ещё отрастить. И потом лесенкой, наверное, порежу. Не знаю. Ну, я на зиму, зимой я коротко не подстригаю. А потом, может быть, клетку опять посмотрим. Короче, я тысячу раз меняю. Сама вечно не знаю, что хочу. И не знаю, к какому парикмахеру идти. Здесь у нас, которые были, я всех уже испробовала. Не знаю. Посмотрим, короче. Ну, подожду ещё чуть-чуть. Чуть-чуть ещё пусть отрастут. И потом я сделаю этими штуфель. Лесенкой, короче. Ладно, буду на этом заканчивать. Спасибо всем, кто был со мной. И до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Слава пришёл с физиотерапией. Расскажи свои впечатления. Какие впечатления? Ну, расскажи. Вот, как будто кость вытаскивает, а потом опять вставляет. Вытаскивает, потом опять вставляет. И вот так она кнакает. И опять. Кнакает, как по-русски. Ну, как она? Как по-русски. Щёлкает, что ли? Да. Как будто она выскакивает косточкой. Вот он опять заходит. И вот так. Он приходит. А! А! Пошёл сейчас это. В сауну включил. Она ему сказала разогреть всё. Опять массажировала, да? Она мне сразу прощупала. Сказала. У тебя с воздухом могут быть проблемы. Я говорю. Когда-нибудь? Я говорю. Утром. Где воздух? Утром. Тышать иногда тяжело. А, да, да. Ну да, ты же часто у тебя. Она эту рипу нашла. Рипа говорит. Рипа. Ребро узгакугольт. Выскочило. Ну, короче, там смещение. И ребро смещение. Ну, позвонок сместился, ребро сместилось. И это всё вставлять. Она прыгает туда-сюда, туда-сюда. Косточка вся эта. Ну. И вот это всё больно. И она потом раз разогреет, разогреет. Всё это внизу массажирует. Потом опять туда. И опять. Он говорит, лежала, представляла. Если бы я там лежала, как бы и пищала и кричала, да? Да. И сейчас в сауну пойдёшь? Ну, да. Она... Так, и тут меня это надо, да? Я ей говорите. Алло. Ей не надо это делать. И мне пришлось терпеть. Так что аж я не знаю, кого жалко было. Больше мне себя или... Я в жизни не пойду, если у меня что будет с спиной. Никогда. Это у тебя раз. Мне хватит чуть-чуть там пощипать. Я уже пищу, кричу. У меня такое ощущение, там всё синяк. Посмотрим. Слав, сначала камин растопишь, а потом пойдёшь в сауну. Да? Спать я мог после первого массажа уже нормально. Сейчас, не знаю, уже чувствуется. И, в общем, вот этими постоянными смещениями, мускулы напрягаются постоянно, расслабляются. Короче, так получается, как будто я этих штангу поднимал. После этого чувствуешься, что я всё уставшись. Я... 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 Я...